Классики, казаки-разбойники, вышибалые прятки. После этих слов у многих возникают ассоциации с детством и веселыми играми во дворе. Только вспомните, лето было золотым временем. Тогда со двора нас было за уши не затащить домой. На улицу можно было убежать утром, а вернуться домой только поздно вечером. Со сбитыми локтями и коленками, но все же счастливыми. Современные дети понемногу исчезают из дворов. Все чаще они предпочитают дворовым играм современные гаджеты. Я дома очень люблю играть в планшет, строить потихоньку большой корабль. У меня есть еще планшет и телефон. Там есть очень много игр, очень-очень много, что я их могу не так уж запомнить. Да, там ингребес роботы и там есть такая игра, она называется скопи-ос. Вместе с детьми исчезает и культура дворовых игр. А ведь для нас залочки, прятки и догонялки были не только способом развлечения, но и прекрасной возможностью потренировать свою фантазию, физическую силу и смекалку. К примеру, не было ни одной девчонки, которая хотя бы раз не прыгала через резиночки. А в классике и вовсе играли еще в 19 веке. Здесь зрители аплодируют, аплодируют. Кончили аплодировать. Давайте пойдем в обычный двор и узнаем, придутся ли по душе современным детям игры нашего детства. Итак, все наверняка помнят игру «Море волнуется». Правила здесь совсем простые. Ведущий должен отгадать фигуру, придуманную участниками игры. Участник, фигуру которого не отгадали, становится на место ведущего. Казалось бы, незамысловатая игра, а уж как она тренирует воображение, спонтанность и артистичность. Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три. Моя волнуется три, вместе замри. Не прошло нескольких минут, как ребята уже с удовольствием втянулись в игру и с радостью придумывали и показывали различные фигуры. О своих современных гаджетах и игрушках они и вовсе не вспоминали. Они сами предложили продолжить эксперимент и познакомиться с еще одной игрой. На этот раз игра на внимание и реакцию «Съедобное, несъедобное». Если ты оттолкнешь то, что есть нельзя, тогда играй дальше. Да. Рассказывай. А если ты возьмешь мяч, когда скажут что-то, то ты становишься на место ведущего. Эксперимент удался. В конце нашего общения ребят действительно было не остановить. Даже когда у меня энергия была на исходе, они продолжали бегать и прыгать. Играйте со своими детьми в подвижные игры. Поверьте, это поможет сделать их детство счастливее и интереснее. Яна Леонович, Сергей Сацукевич. Утро. Студия. Хорошего настроения.